да по заявкам по заявкам по этим самым по желаниям запросам зрителей про хвойные огляд про хвойные хотели ну раз я уже тут один из коллекционеров хвойных сейчас самое время про листопадные хвойные заснять потому что еще немного и уже потеряем листья про таксодий это не скажешь потому что таксодий присушивает еще держит до середины зимы даже может держать но уже окраска вот самая лица пламенеющая как это в вареные раки такого цвета да и рассказывать можно долго если воздушные пассы в воздухе делать а вопрос не об этом просили рассказать про посадку в короб в воду вот это у меня экспериментальная посадка но обычно таксодий садят возле воды с учетом того чтобы замыть его корневую и сделать чтобы он потом находящих корнях на пневмотофорах опирался я же сделал по-другому это эксперимент то есть у меня был компактно выращенный с корневой компактный удобной пересадки таксодий не помню сколько ему лет ну это один из первых долго его там держал вот он стал полтора метров человеческий рост и я сделал такой вот короб засыпал его снизу камнями камнем следующая фракция мелкий щебень и песок и обложил ко мне корнями и посадил надо сказать хорошо он принялся дал прирост классический как в горшке обурос и сейчас задача я хочу а что же будет зимой это все замерзнет я хочу нарастить короб я наращу еще на одну доску и засыплю таким торфянистым грунтом чтобы корневая шейка была скрыта и грубой щепой король вот что я сделаю а следующее уже видео про него засниму весной как он перезимовал как и что потому что все это ледяной коркой и спущу уровень водоема то есть у меня вот это вот дорожка вот этот панамский перешеек беринговый мост скажем он у меня вообще планируется быть сухим тогда у нас еще одна доска освободиться это все будет земля вот такое видео глиптостробус ну и вот глиптостробус интересное сочетание то есть он никогда не краснеет он лимонно-желтый до розовых и все сочетание хвои от метасиквоя широкая с узкой как у таксодия перьями то есть что-то промежуточное хвоя это одно а кора как у метасиквоя это как ну трещиноватая такая ну идти просто интересно у него он больше растет ширину чем высоту так болотно кипарис таксоди сразу стреляют у этого каждая отдельная ветка претендует быть стволом тоже интересно это не самый высокий у меня глиптостробус но и один из развитых интересная хвойная аналог болотного киприса только из ази азиатский это вьетнам где вьетнам а где у нас беларусь ну вот жду когда интересно увидеть стробила я брал сеянцы уже видно было с семенами у него характерное семя не похоже они на таксоди или тосяковое что-то промежуточное и его посадки я посадил его в водяную террасу с учетом того чтобы окопать размыть и сделать его тоже в кромку воды это интересное действительно хвойная для таких вот прудов если мы видим таксоди между ними расстояние как раз какое-то время они могут и соединиться кронами таксоди высокое дерево глиптостробус пишут в основном 7-10 метров хотя есть экземпляры с возрастом достигающие 15-30 метров ну 30 метров это мечта конечно к слову у меня 15 метровый дуб растет 15-20 метров вот то есть есть вариант посадки и в короб вот как таксоди посажен и вот так в приозерную приречную террасу с учетом чтобы был мелководный шлейф и было красиво корневища просматриваться но и нерестилище для рыб и красиво там можно водно-болотные там какие-то даже эпифитные папоротники в развилке посадить которые по столу обязательно ствол мхом постепенно покроется ну и осенние окраски роскошь а второе именно в воду вот сейчас пруд не стоило бы показывать я его не довел до конца это никогда наверное не случится конечно это уже это смерть конечно для мастера бесконечная работа над собой над прудом увидеть сколько листвы плавает в озере то есть листья лещины дуба почему лучше таксоди и метасикоя мелкая хвоя которая чуть подкисляет и очищают в результате воду и она не забивает не создает столько ила то есть у меня задача отгородить вот этими водно-болотными хвоями это сикоя таксоди глиптостробы с листопадами вечно зелеными вот как колоцедрус по которой я показывал колоцедрус некоторые кипарис туевидный кипарисовик и другие хвойные которые паводковые воды хорошо переносят затопление и сделать такую ирригацию пруда то есть осадочные зоны чтобы стволы и пневмотофоры служили осадком для листьев барьер как это зоны регенерации так называемая чтобы улавливало и вы озеро тогда небольшое рукотворное озеро будет по моему мнению по моим наблюдениям будет максимально соответствовать природному чистому водоем такой вот как сосновых барах мы можем видеть водоем потому что искусственное любое сооружение она склонна к дисбалансу к воде как гороховый суп то есть часто такое видели лимпопо получается из водоема ну а вот здесь сверх задача ювелирная работа это сделать красиво и экологически грамотно озеро в одну сотку здесь ровно одна сотка 10 на 10 метров вот такое видео еще несколько хвойных сейчас покажем листопадная хвойная номер один для сада псевдо лиственница золотистая или псевдо лиственница кемперта китайский вид который не имеет ничего общего с лиственницей вообще кроме того что мы вместе с кедрами они в одной там трибе находятся не абсолютно не похоже ничего лишь подобие отдаленное подобие это не самая лучшая псевдо лиственница но это псевдо лиственница другой генетики как бы я ее с европы заказал еще этикетка сохранилась этикетка уже крошится так ей надо вот а что интересно она была приобретена мной уже выгнанная длинная достаточно такая здесь она запушилась остановилась расти в высоту и вот два года после посадки видно почву после осмокота и гранул всех этих пролонгаторов конечно нас к ней привыкают даже вот ствол покрылся из-за медленного роста лишайником ну а теперь я покажу генетика киевская как выглядит вот это дерево гораздо лучше еще солнце вышло киевская генетика еще расскажу и дерево ну надо уметь выращивать псевдо лиственницу я выращивал ее в теплице сеянцы очень тщедушны при первые два-три года это вообще никак но потом вот когда она взялась высотой по колено достаточно быстро через где-то лет шесть-семь ей сейчас она достигла человеческого роста и после была посажена и посажена удачно видим совсем другое дерево то есть она пушистая у нее хорошее природство и посмотрите какая длина хвои с лиственницей ничего общего почти вот пол ладони ладонь длина хвои колоссально лиственница больше всего она где-то псевдо лиственница близка к киталерии катая там у нее особое качество киталерии велиана это как печно-зеленая псевдо лиственница ну и вот такие вот приросты еще одно дерево есть давайте покажу как у кедров псевдо лиственницы происходит в детстве особенно сбивка центрального лидера здесь центральным лидером ну она родственница настоящего кедра кедра гималайского ливанского мы про них разговор ведем вот ее первоначальный лидер шел вверх уверенно а потом взял в этом году ушел в сторону я подвязал другой на бамбуч это важное качество всегда лиственницу надо ориентировать первые годы обязательно и она тогда гораздо лучше растет ну и посмотрите какая красота совсем другое растение чем просто лиственница сейчас после поспешила снять этот репортаж потому что буквально неделя она приобретет золотой свой характерный окрас золотой с таким с розовым и облетит и все и мы не увидим это ходим конечно это в топе тоже номер один листопадные хвойные для водоемов то есть ее хвоя не будет нарушать заиливать водоем и у меня еще есть три дерева молодых подрастающих я планирую посадить их на берегу водоема вместе с таксозиями и глиптостробусами это будет по моему это будет высший пилотаж